Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в неполиткорректное ток-шоу. Спасибо за то, что остаетесь с нами. Спасибо за то, что вы нас слушаете. Номер телефона в студии 847-400-5200. Всегда рады вашим звонкам, вопросам, мнениям и так далее. Главное, чтобы они были выражены в корректной форме. Ну, а пока вы собираетесь и звоните, я бы хотел вернуться в ту тему, о которой мы говорили до того, как ушли на перерыв. Это достижение нашей экономики, нашей страны за последний квартал. И эти достижения, они, конечно же, не могут не радовать всех тех, которые действительно переживают и заботятся о благосостоянии и благополучии нашей страны. Ну, и, конечно, все те, которые терпеть не могут президента Трампа и все те, которых не особенно волнует состояние нашей страны, конечно же, это может только опечалить. Так как, действительно, у нас, в принципе, абсолютно все, что касается экономики, все, что касается трудоустройства, все, что касается благополучия, у нас, в принципе, совсем не в плохом состоянии. Ну, и еще одна, как говорится, такая заметка небольшая по поводу нашей экономики, так это то, что, причем я это слышал не только от одного из наших радиослушателей, который звонил нам в пятницу, но и вот очень многих таких людей, которые всячески не только не верят, но и не хотят верить в то, что Трамп действительно как-то посодействовал тому, что у нас, в принципе, в стране совсем все неплохо. О чем я говорю? Я говорю о том, что вот наши оппоненты часто говорят, ну, подумаешь, ну и что, что Трамп? Тут до Трампа экономика шла, и этот, Анна Фломенко, безработица вроде бы падала, и что тут, при чем здесь Трамп? Ну, сейчас, секундочку, примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне до выборов Трамп не нравился. Но я за него проголосовал. Нравится ли он мне счастье? Ну, нет, не нравится. Буду ли я за него голосовать? Обязательно. Потому что лично, понимаете, ну, не каждый может на дурака сказать, что он дурак. А Трамп это берет, говорит у него за плечами. Он может тебе это позволить. Вот Байден, он тоже сказал, что Обама его достал из гарбичного кена и взял его, потому что на его фоне любой выгодит к ним. Ну, понимаете, он... Не стесняется говорить. Да, согласен, согласен. В местах, где я работал, ну, я сейчас уже на пенсии, но я бываю в этих местах, значит, в тунрумах 100% голосовали за Трампа 100%. Я сейчас захожу, они говорят, мы в воскресенье иногда работаем, мы вдвойне платят, он говорит, деньги мне подоскладывают. Да, да, я с вами абсолютно согласен. И я согласен с теми, которые говорят, лично мне он не нравится, но, и это абсолютно разумный подход к делу, не может Трамп нравиться всем. Он же не стодолларовая купюра. Кто-то считает, что он аморален, кто-то считает, что он противен кому-то, кто-то считает, что он лгун и так далее. Может быть, я никому личное, никому личное мнение. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Я сторонник Трампа еще до того, как он стал президентом и говорил, что он выиграет. Но, кроме всего прочего, я снимаю шляпу перед его предпринимательской, да, жилкопредпринимательской мудростью. Уже выжидание, рассудительных и правильных поступков существует у меня такое правило. Не спеши выполнять первое распоряжение начальника, пытаясь угодить ему. Потому что через очень короткое время последует второе, а может быть и третье. Это очень важно. Он это понимает, он понимает, что нельзя пытаясь доказать свою приверженность, делать то, что ждут от тебя. Он выжидает момент, и пьет он всегда. Во всяком случае, я тяни в десятку, то между линиями 9 и 10. 100%. И вот так он и будет. Спасибо вам огромное. Вот мне честно, не потому что это выступление в пользу Трампа. Нет, дело не в этом. Хотя и это тоже очень важно. Но для меня важна человеческая мудрость и человеческая рассудительность. Понимаете? Нельзя, как говорится, как в нашем очень известном старом кино «Кавказская пленница», не надо мешать частную шерсть или личную шерсть с государственной. Понимаете? Поэтому я понимаю еще раз, я понимаю людей, которые говорят, мне Трамп как человек не нравится. Окей. Но как бизнесмен, как он, вы понимаете, в том-то и дело, о нем даже нельзя сказать, что он политик. Я абсолютно согласен с теми, которые мне говорят очень часто в моих разговорах, беседах с людьми. Да, но он же не политик, так вот в том-то и счастье. У нас политиков пруд пруди, у нас политиков 500 человек в Конгрессе и 100 человек в Сенате. Это все политики. Понимаете? И тем не менее должен был прийти вот такой неполитик, как Трамп, для того, чтобы навести порядок хотя бы в экономике. Я уже не говорю там дальше. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что может не нравиться? Нет, ну, я понимаю. Что, что может не называть вещи своими именами? Нет, 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 дело не в этом. Я вам скажу, что может не нравиться, и я этого абсолютно понимаю. Человек, который... Который себя, может быть, ведет, он не то, что называет вещи своими именами, он ведет себя очень часто по-хамски. Он ведет себя очень часто, я имею в виду, ведет в смысле в отношении, в общении с людьми и так далее. Он ведет себя, может быть, не совсем, не хочу сказать, не политкорректно, но не совсем корректно. И это тоже может быть. Но мы же, вы понимаете, когда выбирают, то есть, когда компания частная, кого-то выбирает, совет директоров выбирает, допустим, chief executive officer или еще что-то, они же не делают референдум по предприятию для того, чтобы выбрать относительно того, чего думают... Самого вежливого человека. Да. То есть, делается, это обычно делается таким образом, каким это выгодно компании, которая принесет компании наилучшую прибыль. Поэтому, говорить о том, что Трамп, как человек, никудышный, ну окей, хорошо, пусть он будет никудышный. Но, какие у вас претензии к его решениям деловые? Его деятельности. Да. К его деятельности. К Трампу как президенту претензий нет. Абсолютно. Претензии выдумываются, сочиняются, клевета используется. Конечно. В общем, какой-то просто, ну, кошмар происходит. Согласен, согласен, спасибо. Я вам скажу больше. Вот, опять же, тот же радиослушатель, который позвонил в пятницу. Кстати, благодаря ему, вот, меня действительно его вот это выступление навело вот на все вот эти вот мысли. Почему? Потому что эти люди, они живут среди нас. Это люди, с которыми мы общаемся. Это люди, которые, если с ними говорит человек, не совсем политически подкован или не совсем подкован, точка, то у этого человека могут сложиться совсем неправильное восприятие или совсем неправильное мнение в отношении того, кто нами сегодня правит. Так вот, один из, одной из жалоб вот этого радиослушателя в свое время была такая, что Трамп абсолютно неправильно поступил, выйдя из Парижского соглашения. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, никудышный человек не мог бы достичь того, чего достиг Трамп до президентства его. Это первое. А второе, если он ведет себя не очень корректно, он знает, с кем он так себя ведет. И я считаю, что я сто процентов за него, и он молодец. Спасибо за передачу. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я с вами полностью согласен. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Я только радио выпущу. Пожалуйста. Один из тех людей, который вам звонил в пятницу, который презирает Трампа, это я. Я буду. Я буду задать несколько вопросов. Пожалуйста. Пожалуйста, с удовольствием. Вы хвалите Трампа, давать его порядку. За что вы его хвалите? Какие дела он сделал велики? Окей. Первое. Говорите. Вы говорите, потом я. Не-не-не, вы послушали меня. Все, что вы говорили до этого было просто слово плет. Я понял. Все. Я с вами честно не хочу общаться по одной простой причине. Вы, как, я вам говорю это абсолютно честно, то есть это мое личное мнение, отношение к вам. Вот личное отношение к вам. Вы, как тот яд, который не только отравляет душу человека, он отравляет мысли человека. Он отравляет вот этот кровоток в человеке, который снабжает человека всем, что делает этого человека живым. Вот вы самый настоящий яд. Поэтому я вам скажу честно, у меня абсолютно нет никакого желания с вами общаться, и не потому, что я не могу вам противостоять. Я с человеком, который сам признался в том, что он в политике не силен и занимается просто бла-бла-бла, если вам скучно, позвоните, пожалуйста, в секс по телефону, может быть, там вас чем-то займут. Здесь это не та контора, куда вы можете звонить и устраивать свои порядки. Спасибо огромное. Добрый день, вы в эфире. Это я за 5 звонил. Вы больше, я вас больше слушать не хочу. Говорю вам это абсолютно откровенно и честно, поэтому даже не старайтесь. Так вот, вот этот человек, которого я только что назвал ядом, это действительно человек, с которым общаться невозможно. Почему? Ему не важно, что вы говорите. Ему нужно слышать самого себя. Ему нужно знать, что вот он прав. Так вот, это тот человек, который в свое время мне сказал, что он не согласен с Трампом из-за того, что Трамп вышел из Парижского соглашения. Прошло какое-то время, и оказалось, что то, что сделал Трамп в отношении Парижского соглашения, было самым правильным шагом, поступком, который он совершил. Почему? Для этого не нужно разводить демагогию, для этого нужно просто посмотреть на то, что сегодня происходит во Франции. И до чего либералы довели Францию в виде вот Макрона, в виде его кабинета. Вот до чего они довели Францию. Они довели Францию до вот этих пожаров, до вот этих протестов. Почему? Потому что вместо того, чтобы заниматься людьми, для того, чтобы вместо того, чтобы заниматься их судьбами, их благосостоянием, их благополучием, Макрон занимается вот этим игрой в наперстки, типа раз, два, три, следи за шариком, быстренько, быстренько, смотри, опа, нет шарика. То есть, вот почему в Америке люди, которые работают, по-настоящему работают, но не могут они выйти и протестовать против Трампа. По одной простой причине. Потому что Трамп дает им возможность не только работать, а выбирать место работы в зависимости от бенефитов и зарплат. Ну, а там во Франции мы сами это все видим. Так вот, Трамп просто не хотел тратить деньги, давать лишние деньги в Европу на какую-то абсолютную эфемерную идею о том, что мы будем бороться с климатом в то время, когда ни Россия, ни Китай, ни страны третьего мира об этом даже слушать не хотят. Понимаете? Вот. Поэтому, ну, этому человеку, который вот звонит постоянно, он с этим не может никак смириться. Он считал, также, я помню это очень хорошо, что в свое время Трамп сделал неправильно тем, что он понизил, вернее, сделал эту реформу таким резким методом. Он считал, что Трамп должен был это все делать постепенно, потихоньку, полегоньку. Понимаете? Ну, поэтому, в конце концов, у нас есть Трамп, у нас есть вот такой радиослушатель, и вот Трамп у нас все-таки президент, а вот этот радиослушатель, это просто разносчик вот этого яда, которым он пытается заразить всех тех, которые с ним разговаривают. Дорогие друзья, сейчас мы уйдем на рекламную паузу и обязательно вернемся к нашей передаче. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok